Всем привет! С вами Татьяна и как вы заметили, я в нашем пункте выдачи Фаберлик. Для тех, кто еще не знает, скажу, что он находится в городе Краснодаре по улице Искова 28. У меня сегодня была поставка, такой рабочий весь процесс. Несколько заказов я уже выдала. Сейчас хочу показать вам одну штуку в рабочем кабинете пункта выдачи. Значит, скажу для тех, кто не знает, что неоплаченные заказы клиентов в пункте выдачи хранятся всего 10 дней. По истечении этих 10 дней, если клиент заказ не оплатил, мы обязаны этот заказ вернуть на склад, откуда заказ этот приехал. И его там расформируют. И заказ удалится из кабинета покупателя. Что мы делаем? Мы за этим, конечно же, следим. Но кабинет пункта выдачи, конечно же, нам в этом помогает и тоже следит за этим. Так вот, как только проходит неделя и остается 3 дня до окончания срока, получается же 10 дней, заказ может храниться в пункте выдачи. Так вот, когда остается 3 дня до конца хранения заказа, в пункте выдачи появляется наверху такая строчка. Я вам сейчас ее покажу. Как мы называем этот момент, что загорелся заказ. Ну, я не знаю, все ли так называют, но вот мы так между собой называем этот момент. И значит, что мы после этого делаем? Опять-таки, наверное, все пункты выдачи поступают по-разному. Кто-то, может быть, звонит, кто-то, может быть, пишет. Кто-то, может быть, и пишет, и звонит. Кто-то, может быть, вообще ничего не делает. Не знаю, тут я не могу вам сказать точно, кто и как поступает в таком случае. Я обычно сначала пишу этому человеку. Смотрю, в какой мессенджере этот человек больше бывает в Телеграме или Ватсапе. Если вижу, что человек регулярнее, допустим, каждый день посещает Ватсап, значит, лучше написать ему туда. Раз он там бывает чаще, значит, что он быстрее увидит это мое сообщение. Если в Телеграме, значит, соответственно, пишу в Телеграм. Иногда бывает так, что пишу и туда, и туда. Если я вижу, что человек вообще редко заходит как бы к себе в аккаунт, я стараюсь написать и в Телеграм, и в Ватсап. Вот, и стараюсь, значит, под таким сообщением поставить еще и восклицательный знак. Вот, когда человек откроет свой телефон, он увидит, что у него пришло какое-то новое сообщение, и будет виден как раз вот этот смайлик восклицательных знаков. То есть человек поймет, что это что-то важное, срочное, и это привлекает внимание, он, скорее всего, зайдет почитать, что же там такое. Вот, ну и, конечно же, в своем... Я человеку рассказываю, что кончается срок оплаты его заказа. Пишу, что осталось три дня, и обязательно добавляю, что включая сегодняшний день. Потому что уже несколько раз у меня были такие случаи, когда я человеку отправила сообщение, написала, что у вас три дня до оплаты вашего заказа. И потом, когда пришел последний день, когда уже в этот день, ну, последний день можно оплатить свой заказ, я написала, что у вас сегодня последний день. Вот, и женщина мне ответила, что вот, вы еще позавчера мне писали, что у меня три дня. То есть те люди, когда получают сообщение, что у них три дня на оплату заказа, они почему-то считают, что сегодняшний день, когда пришло сообщение, не считается. Они считают, как бы, следующие три дня. Поэтому обычно в своих сообщениях я делаю пометку, что у вас осталось три дня, включая сегодняшний день. Чтобы не было потом вот таких вот, как говорится, недосказанностей и недопониманий. Вот, и, конечно же, прошу человека, чтобы человек мне отписался. То есть, что планирует человек, планирует ли он оплачивать этот заказ и забирать его. Потому что, когда человек оплатит свой заказ, он заказ потом долгое время может лежать у нас на пункте выдачи. Мы его, естественно, уже оставляем, никуда не отправляем. И он просто стоит на полке, ждет, пока хозяин придет, его заберет. Не могу точно сказать, на протяжении какого времени заказ может ждать клиента. Но месяц это точно. Ну, просто еще не было такого, чтобы, ну, больше месяца, значит, заказ у нас хранился на пункте выдачи. В общем, такая практика мне пока еще не знакома. Вот, что-то хотела еще сказать. Да, бывает такое, когда человек отписывается и пишет, что я передумала и, наверное, этот заказ я оплачивать не буду, отправляйте его на склад. То есть, я уже спокойно, когда захожу в кабинет пункта выдачи, спокойно отправляю заказ на возврат, зная о том, что клиент уже точно в течение этого дня его не оплатит. И чтобы мне не забыть его оплатить к концу рабочего дня, потому что если я забуду это сделать, рука устала держать, сейчас поставлю селфи-палку на стол, если я забуду это сделать, и, допустим, сегодня, последний день заказа, и его не оплатили, то есть, когда заказ оплачивается, этот заказ уже перестает гореть восклицательным знаком, и он просто переходит в другую вкладку, где есть оплаченные, но не выданные заказы. Вот, если же человек отказался и сказал, что он не будет его оплачивать, телефон разряжается, и, значит, я его должна вернуть. Вот так вот, если я вовремя его не верну, не проведу этот возврат через пункт выдачи, то на завтрашний день пункт выдачи будет заблокирован. И я не смогу уже зайти в кабинет пункта выдачи, я не смогу выдавать заказы, я не смогу не проводить уже никакие рабочие процессы, не смогу уже ничего делать в кабинете пункта выдачи. Поэтому за этим надо очень следить. И когда человек отписался, что он не будет забирать свой заказ, я стараюсь провести этот заказ-возврат сразу, чтобы не забыть и уже быть спокойной. Вот, ну а сейчас я переключу камеру и покажу вам, как это все выглядит непосредственно в кабинете Фаберлик. Итак, смотрите, вот так выглядит кабинет пункта выдачи. В принципе, он не намного отличается от вашего кабинета покупателя. Вот, смотрите, сверху появилась строчка заказа с стекающим сроком выдачи, не выданные и не оплаченные, и в скобочках единица. Единица, это означает, что светится неоплаченным один заказ. Здесь, значит, есть подробнее, открываем. Открывается вкладка, и мы видим, чей заказ свеется. На данный момент мы видим, что светится заказ Римы. Вот, здесь указан номер заказа, сумма. И смотрите, количество дней до блокировки, то есть сегодня последний день. Если здесь стоит, когда заказ только-только начинает светиться, получается, что светится цифра К3. И с каждым днем она меняется. Вот, сегодня стоит единица. Это значит, что сегодня последний день оплаты этого заказа. Сейчас я после того, как сниму это видео, напишу сообщение. Все как обычно. Предупрежу ее, что у нее засветился заказ. Вот, еще у нас есть вкладка. У вас имеются оплаченные, но не выданные заказы. Это как раз те заказы, которые люди уже оплатили, но еще за ними не пришли. Как вы видите, таких заказов 5. Вот, перечень заказов. Я не хочу просто слишком быстро, близко снимать, потому что там фамилии, там номера заказов. Вот, значит, все оплаченные, но не выданные заказы находятся в этой вкладке. Тот человек, который пришел за своим заказом, я захожу сюда и вижу, что заказ у него оплачен. Я просто его выделяю, этот заказ. И нажимаю сюда кнопочку выдать. Вот, если заказ будет не оплачен, то, естественно, этот заказ выдать я не смогу. То есть база не пропустит. Еще есть у меня одна вкладочка, которую я могу вам рассказать. Значит, что вы тут видите? У вас имеются заказы, которые могут быть оплачены с личного счета при условии согласия консультанта на оплату. То есть, что это означает? Это означает, что какой-то из клиентов положил деньги на свой личный счет консультанта, но не оплатил свой заказ. Иногда люди так делают. Приходят в пункт выдачи, сначала проверяют свой заказ. Они уже знают, что деньги на их личном счете в кабинете покупателя уже лежат. И после того, как они проверят свой заказ, либо они сами оплачивают свой заказ, либо захожу, это делаю я здесь через пункт выдачи. У меня сегодня уже был выдан один такой заказ. Эта женщина всегда так делает. Она сначала ложит деньги на свой счет. Заказ она уже забрала, поэтому я могу его оплатить и выдать с ее, естественно, разрешения. Оплатить заказ клиента самостоятельно здесь через пункт выдачи я могу только с согласия этого клиента. Потому что бывают такие случаи, важные для тех, кто делает баллы, допустим, какие-то в каталог. И он как-то планирует, какие заказы ему оплачивать в первую очередь, какие оплачивать во вторую очередь. Понимаете? И у этого человека на счету, в его кабинете покупателя уже могут быть деньги. Но этот человек рассчитывает, что эти деньги он израсходует на оплату определенного заказа. То есть, допустим, ему уже нужно пропустить заказ какой-то с большим количеством баллов или с меньшим количеством баллов. Допустим, под закрытие каталога. И клиент должен сам решить, какой заказ он оплатит. Потому что бывает, что несколько заказов у клиента. И эта сумма может подходить под несколько заказов для оплаты. И человек должен решить сам, какой именно заказ он оплатит. Поэтому здесь, через пункт выдачи, без согласия клиента, я не могу сама оплачивать никакой заказ. Но так как эта женщина как бы уже это делает не первый раз, это уже как бы у нас с ней такая своего рода договоренность, поэтому я спокойно сейчас могу это сделать. Я его выделяю. И вот здесь сверху нажимаю оплатить с личного счета. Потому что я уже даже выдала этот заказ. У меня выскакивает вот такая вот рамочка оплатить с личного счета. Я нажимаю да. Тут есть еще идет одно предупреждение, что оплата заказа будет произведена с личного кабинета. Вы хотите подтвердить оплату? Я подтверждаю, потому что этот заказ я уже выдала. И с согласия этого клиента я его оплачиваю. Сейчас перезагрузится. Вот видите, да? Снизу эта строчка о том, что у кого-то на счету есть деньги для оплаты заказа уже пропала. И теперь этот заказ должен автоматически перескочить вот в эту вкладку с оплаченными, но не выданными заказами. Заходим туда. Так, сейчас я посмотрю. Вот она у меня, эта строчка. Этот заказ, который я оплатила. Он уже у меня появился во вкладке оплаченный, но не выданный заказ. Я его выделяю и выдаю. Все, нажимаю выдать. Окей. Все, таким образом этот заказ уже теперь выдан. Пока у меня открыт кабинет пункта выдачи, я хочу обратить ваше внимание на то, что написано вот здесь внизу. Значит, смотрите. при утверждение претензии любого типа денежные средства возвращаются на счет консультанта моментально. то есть, как только я провожу претензию, деньги к консультанту возвращаются сразу. Будьте внимательны. Ошибочно созданные претензии попадают в задолженность ПВ. Согласно такому-то пункту агентского договора создание претензий с обменом не предусмотрено. то есть, претензии могут быть либо примерочные, либо претензия, допустим, когда человек уже оплатил какой-то заказ и он хочет товар какой-то вернуть, создается претензия. И после того, как я ее создала, деньги моментально человеку возвращаются на его счет покупателя. Значит, и еще есть одна строчка. Значит, на нее тоже хочу обратить внимание, что в случае нарушения правил регистрации новых консультантов на пункте выдачи к агенту применяются штрафовые санкции. Какие? Это удержание агентского вознаграждения, расторжение договора согласно пунктам правил работы владельца в пункте выдачи. Это как раз лишний раз подтверждает то, что никакими перерегистрациями заниматься на пункте выдачи нельзя, а многие это делают. Вот эти два основные правила, которые каждый менеджер пункта выдачи должен знать, это не единственные правила, но эти наиглавнейшие правила, которые должны хорошо сидеть у вас в голове, они и запечатлены здесь в кабинете пункта выдачи. Так вот, дорогие друзья, я хочу вернуться к предыдущему абзацу, там, где мы с вами говорили о претензиях и о том, что нужно быть с этим очень аккуратно, это особенно касается тогда, когда в каком-то заказе есть брак. Конечно же, компания всегда идет навстречу покупателю и либо возвращает деньги за этот бракованный товар в кабинет покупателя на личный счет, либо делает довоз, то есть компания передает на пункт выдачи точно такой же товар, только, ну, отличного качества, не бракованный. Но, чтобы провести претензию по браку, нужно сначала написать об этом в компанию. У нас есть строчка, так же, как и у вас в вашем личном кабинете, ну, раз уже телефон переключил, не буду сто раз щелкать, точно так же есть вкладка «Обратная связь». И мы пишем в компанию, когда возникают какие-то такие вопросы по возврату, по обмену, когда приходят какие-то, допустим, какого-то излишки в заказе или наоборот, чего-то, какого-то товара не хватает. Это бывает крайне редко. Но человеческий фактор никто не отменял и все равно время от времени это, ну, периодически бывает. Вот. И мы заходим во вкладку «Обратная связь» и составляем письмо. Так вот, в случае с браком нельзя проводить претензию по браку, не написав предварительно письмо в обратную связь. Вы фотографируете этот товар, который, как вы считаете, бракован, или же снимаете коротенькое видео, прям совсем маленькое-маленькое, либо делаете и то, и другое. Вот. И когда вы написали письмо в обратную связь, вы пишете, значит, ну, описываете, что, в каком заказе, у кого, у какого консультанта, какой товар, именно артикул указываете. И пишете, какой именно брак, что с этим товаром не так. И обязательно в конце своего письма вы прикрепляете либо фотографии, либо в свою маленькую видеозапись, либо можете и то, и другое прикрепить. Вот. И отправляете это письмо в обратную связь. Там у нас есть специальная, значит, команда, которая работает именно с обратной связью. Они все эти письма читают. Обязательно в начале письма нужно сверху указать тему, чего это касается. Либо это излишек, так и пишет там, допустим, лишний товар. И тогда пишите письмо. То есть, это письмо будет легче отсортировать, какому специалисту именно это письмо направить. Потому что специалистов там много, которые занимаются определенными проблемами. Там излишки товаров, брак, там, не знаю, кто-то может спросить, хоть это какой-то продукции, кто-то может, хочет какой-то задать вопрос по маркетинг плану. То есть, специалисты все разные. И чтобы им понять, какому специалисту это письмо направить, мы пишем в начале письма, всегда указываем тему. Вот. И в нашем случае, если, допустим, брак, значит, и пишем там, допустим, брак в заказе. Вот. И мы обычно указываем и номер заказа, и фамилию. То есть, если вдруг что, мне потом легче, среди всего списка переписок с обратной связью, мне будет проще найти именно брак по заказу конкретного человека. То есть, я открою эту вкладку, я уже могу, бегло, пробежав глазами по всем этим письмам, я уже быстро смогу найти именно то письмо, которое мне нужно. Вот. Как пишут другие пункти выдачи, я не знаю. Наверное, у каждого какая-то своя есть специфика написания. Вот. Так вот. Значит, отправляется письмо в обратную связь с фотографиями или там, или с видеозаписями. И только после того, как это письмо компания вам одобрит и подтвердит, что да, действительно, она тоже с вами согласна, что это брак, только после этого я могу провести этот товар как брак. Претензию по браку. Еще обычно, я, когда пишу письмо первый раз в обратную связь о браке, я сразу указываю в конце письма, предварительно спросив это у клиента, у которого это было в заказе, то есть, как он хочет этот клиент. Он хочет, чтобы ему вернули деньги за этот товар. Или он хочет, чтобы ему просто сделали обмен. То есть, прислали взамен бракованного товара нормальный товар. Вот. И человек обычно, ну, отвечает, как он хочет. Кто-то говорит, да, пускай вернут деньги. Кто-то говорит, нет, пусть мне лучше вернут, поменяют на хороший товар. И я, когда пишу письмо в обратную связь, я обычно сразу пишу, что клиент согласен на довоз, на обмен. То есть, потому что, если я этого не сделаю, обратная связь, когда мне ответит, они, скорее всего, будут спрашивать, что лучше для клиента. Он хочет, чтобы ему вернули деньги или сделали ему довоз. Получается, это мне нужно, обратную связь, ответить еще раз. То есть, написать еще раз, сделать ответ. Так вот, чтобы сократить вот эти ступеньки, обычно мы всегда, когда пишем письмо в обратную связь, всегда сразу пишем, что клиент, допустим, согласен на возврат денег или там клиент хочет согласен на обмен продукцией на довоз. Это как бы сокращает вот эту переписку. Проще и тому специалисту, который находится в обратной связи и проще мне. То есть, мне не нужно будет потом еще раз отвечать на письмо в обратную связь. Вот. Я это как раз начала говорить к тому, что бывают случаи, когда вам показалось, что этот товар бракован, допустим, да, а компания, рассмотрев ваши фотографии или видео, которое вы послали, они не посчитали, что этот товар бракованный. Вы могли ошибиться. Может быть, вы что-то, как-то где-то не разобрались с каким-то товаром и посчитали, что он бракован, а он не бракован. А вы провели уже эту претензию по браку без предварительной переписки с обратной связью. И клиенты, деньги клиенту в его личный кабинет, они уже вернулись. Потому что, как только вы проводите претензию по браку, деньги моментально прилетают в личный кабинет покупателя на личный счет. и если вы предварительно не списались с обратной связью, а сделали это позже, после того, как вы провели эту претензию по браку, и обратная связь потом с вами не согласилась, она вам объяснила, что это именно не брак и что это должно так и работать, что это нормальный, не бракованный продукт, получается, вы уже больше не можете вернуть этот товар на склад в компанию. И этот товар останется у вас. То есть, вам придется купить его самой этот товар. Понимаете? Эти деньги вычтут из вашего агентского вознаграждения, которое вы получаете по закрытию месяца. Почему по закрытию месяца? Потому что пункт выдачи заработает не так, как каталоги, то есть, не по закрытию каталога, а пункты выдачи работают по месяцам. И вот как только месяц заканчивается, через несколько дней после окончания, когда уже начался следующий месяц, прилетают деньги, агентское вознаграждение. Так вот, если вы проведете претензии по браку, не списавшись предварительно с компанией, с обратной связью, этот товар, который компания посчитает не браком, вам придется оплатить с счета вот этого, с денег ваших, агентского вашего вознаграждения. Поэтому претензию по браку никогда нельзя проводить, не списавшись с обратной связью. Вот, ну и в принципе, в принципе, наверное, это все, что я хотела сегодня показать вам именно по кабинету пункта выдачи. Сейчас, наверное, кое-чем еще займусь, мне тут есть чем заняться, я хочу еще сегодня напланировала оценить несколько видео здесь, пока я здесь нахожусь на работе, вот, потому что сейчас мы с Римой работаем по очереди, в какие-то дни работает она, в какие-то дни работаю, иногда бывает мы пересекаемся, то я к ней прихожу, когда она бывает, то она ко мне приходит, когда я здесь бываю. Вот, придет ли она сегодня, я не знаю, возможно, даже и не придет, хотя заказ ее пришел, вот, но она же может отснять распаковку своего заказа и в тот день, когда будет сама здесь, поэтому я не знаю, придет ли она сегодня. Мой заказ тоже сегодня пришел, поэтому для вас обязательно сниму распаковку своего заказа, вот, ну и посмотрю, может быть, что-нибудь еще для вас интересного сниму из пункта выдачи. Вот, такой небольшой влог хотела записать для вас, для тех, кому интересны такие бизнесовые влоги, те, которые мы записываем из пункта выдачи, может быть, кто-то открыл свой пункт выдачи и чего-то не знает, может быть, кто-то только планирует открыть свой пункт выдачи и сейчас только присматривается и прислушивается к тому, что происходит, так у меня телефон разряжается, выскакивает табличка о том, что мало зарядки, поэтому пора отключаться, пока он не отключился сам. Вот, ну и конечно же, конечно же, девочки, не забывайте о том, что Фаберлик это очень классный инструмент для того, чтобы заработать деньги. Мы стараемся как можно чаще с Римой об этом говорить, даже Рима говорит это гораздо чаще, чем я, она говорит это постоянно в своих видео, я иногда бывает говорю, иногда не говорю, по-разному, но вообще говорить, конечно, нужно, потому что многие люди вообще об этом не знают, а если снимать просто видео о товаре, о распаковке, о каких-то таких, не знаю, оставлять отзывы на какой-то товар, то те люди, которые об этом не знают, они об этом никогда и не узнают. Поэтому надо, конечно же, об этом говорить. если вы тоже ведете свой канал, если вы тоже снимаете распаковки, если у вас тоже есть какие-то, допустим, свой пункт выдачи, или же вы просто снимаете дома и говорите о товарах Фаберлик, не забывайте говорить о тех возможностях, которые компания дает для всех абсолютно. То есть эти возможности одинаковы для всех. Вот вы сегодня, допустим, первый раз только зарегистрировались в компанию, там, допустим, не знаю, через кого-то, через какого-то знакомого. Или вы это сделали, просто зашли на сайт, на официальный, и там провели регистрацию. Не важно, где вы это сделали. Хотя, конечно, хорошо, если у вас есть какой-то знакомый, которому вы могли бы зарегистрироваться, с кем вам было бы проще и интереснее общаться. потому что, если вы регистрируетесь через офисный, через официальный сайт, вы не знаете, к какому человеку вы попадете. Компания распределит вас сама по вашему региону, где вы находитесь. Она просто сама автоматически, система автоматически выберет любого из тех консультантов, который будет ближе по вашему региону. и неизвестно, к кому вы попадете. Удобно вам будет с чем-то работать, неудобно. Найдете вы общий язык, не найдете. Бывают, люди просто не сходятся друг с другом. Бывают, люди попадают к тому человеку, который практически ничего не знает и не доносит нужной информации до людей. Бывает, когда человек вроде бы как знает, но не уделяет нужного и должного внимания этому человеку, который зарегистрировался. То есть ситуации бывают разные. И чтобы не получилось так, что вы потом будете недовольны тем человеком, к которому вы попали, у вас будет много вопросов, вы захотите что-то узнать, а этот человек не сможет вам это донести, не сможет уделить вам должного времени или может быть он чего-то не знает или недопонимает. И вы будете дергаться, понимаете. Поэтому если у вас есть на примете уже какой-то человек, который как вам кажется уже в теме, с которым вам проще будет общаться, у которого вам будет удобно спрашивать какую-то информацию без стеснения, то лучше, конечно же, зарегистрироваться к такому человеку, к знакомому. вот, какая-то мысль была до этого, я уже забыла, к чему я начинала вообще все это говорить. мысль улетела. Так вот, девочки, да, я говорила о том, что как только вы провели регистрацию, вы оставили свои данные в анкете, вот прям с первой секунды, как только пошла ваша регистрация, у вас сразу появляются все те же возможности, которые есть уже у топ-лидеров. То есть, у вас есть возможность выгодно покупать товары, у вас есть возможность дополнительного заработка с компанией Фаберлик, у вас есть возможность основного заработка с компанией Фаберлик. То есть, эти три возможности, они абсолютно для всех одинаковы. И вы можете начать погружаться в любую из этих тем прям с первого дня. Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, вы смело можете обращаться к тому человеку, к которому вы зарегистрировались либо сами, либо вас распределила компания. Не упускайте такой возможности. Даже если вы не хотите заниматься бизнесом, а хотите просто покупать для себя, для семьи, для дома, для друзей, для близких, все равно есть какие-то нюансы, которые вы не узнаете сразу, а узнаете только со временем. А может быть, если вы не будете уделять должного внимания своему кабинету покупателя, вы об этом вообще можете не узнать. Поэтому какая-то связь между вами и вашим наставником или информационным помощником, как мы еще иногда называем себя, она все равно должна быть, чтобы вы знали, что вам есть кому обратиться, есть задать какой-то вопрос, который у вас возник, есть кому задать. потому что рано или поздно все равно какой-то вопрос или трудность могут появиться. Поэтому решайте сами, решайте конечно же сами, кому вы зарегистрируетесь, просто сделайте это на сайте или же вы кому-то зарегистрируетесь к какому-то своему знакомому. Если у вас нет никакого знакомого, вы можете тогда либо просто зарегистрироваться на сайте, вам все равно кому вы попадете. Если вам не все равно кому вы хотите попасть, идите на YouTube, идите в социальные сети, ищите там того человека, который вам будет приятен. С кем вам будет интересно? Человека найти нужно, я не знаю как это можно выразить, то есть человек должен быть вам приятен и визуально, и по разговору, то есть у вас должна с ним образоваться какая-то связь, что ли, не знаю как это еще выразить словами. Поэтому где вы найдете себе этого человека, либо в соцсетях. В соцсетях очень много тоже сейчас людей, которые продвигают, рекламируют разные компании, разный товар. Можете поискать какого-то человека там, через соцсети. Если же вам непосредственно вы ищете человека, с которым вам должен состояться какой-то такой визуальный контакт, которого вы хотите еще увидеть и послушать, то тогда конечно же вам лучше искать человека на ютубе. Вы можете не знаю походить по каналам, послушать нескольких людей, которые рассказывают о Фаберлик и выбрать себе того человека, с которым как вам кажется будет легко и интересно. Ну и тогда уже списаться с тем человеком, написать ему либо в комментарии, что вы хотите к нему в команду, либо написать ему куда-то в личку, если у него есть какие-то данные в описании под видео, списаться с этим человеком, написать ему, что вы хотите к нему в команду. В общем, нужно сделать будет какой-то шаг. У меня под моим видео тоже всегда в описании есть мои ссылки. Есть ссылка на регистрацию, есть ссылочки, которые ведут на мои личные контакты в WhatsApp, в Telegram, есть ссылки на мои странички в соцсетях. Если как вам кажется, что вам будет интересно, если у нас с вами уже произошел такой визуальный контакт, то я буду рада видеть вас в своей команде, буду рада доносить до вас всю нужную полезную информацию, которая будет вам нужна, буду рада с вами работать, помогать вам в трудную минуту. Поэтому, если у вас возникло такое желание прийти в мою команду, если вы еще не зарегистрированы, то добро пожаловать в мою команду, проходите либо по ссылочке сами для регистрации и вписывайте туда свои данные. Данные на самом деле нужны очень простые, никаких паспорта, никакой привязки карты банковской не нужно. Простые самые данные. Эта регистрация, кстати, вас ни к чему абсолютно не обязывает, никаких обязаловок нет, заказок в каждом каталоге никто у вас требует делать не будет, потому что такой обязаловки лично в нашей команде нет, мы ни за кем не гоняемся, никого не заставляем делать каждый каталог заказа. В нашей команде девочки живут спокойно, делают заказы тогда, когда им нужно что-то купить, если же кто-то делает по несколько заказов каталог, ну пожалуйста, кто-то делает раз в несколько каталогов, то есть мы ни за кем не бегаем, никому не навязываемся, никому не цепляемся, никого ничего не заставляем. Если же вы хотите просто покупать, пожалуйста, будьте просто привилегированным покупателем. Я расскажу вам во всех программках, которые есть в компании Фаберлик, которые именно рассчитаны на покупателя. Если вы захотите, скажите, ой, знаешь, Татьяна, я хочу попробовать, не знаю, какого-то дополнительного заработка, я вот работаю, у меня нет много времени, я хочу просто какой-то дополнительный заработок. Я расскажу, что нужно для этого, какие есть подходящие программки, которые вы могли бы использовать, чтобы использовать эти программки и зарабатывать какие-то дополнительные деньги для себя, такое подспорье. А если же вы захотите, чтобы это стало вашим основным заработком, не не тяните с этим, потому что есть программа, которая называется быстрый старт, она рассчитана на тех людей, которые пришли недавно, это новички в компанию, и они как раз попадают под вот эту программу. Не буду сейчас сильно прям углубляться, что конкретно нужно делать в этой программе, я планирую отснять отдельное видео по нашим по нескольким программам, чтобы человек мог посмотреть и понимать, что это такое, но на эту программу отводится определенный промежуток времени, и вот если в этот промежуток времени вы уложитесь, значит, сделаете все, что нужно по этой программе, вы это связано с открытием квалификации, у каждой квалификации есть свои квалификационные премии, так называемые премии, премии-бонусы, которые получаются консультантами, когда закрывается какое-то звание, так вот, если вы в течение вот этой программы быстрый старт успеваете закрыть какую-то либо одну квалификацию, либо несколько сразу, вы получаете за каждую квалификацию удвоенную квалификационную премию, то есть, если вы закрыли одну квалификацию, вы получите удвоенную премию именно за эту квалификацию, если вы закрыли две ступеньки, вы получите две премии, то есть, из-за ту квалификацию, которой вы проскочили автоматом, и на ту, на которой вы остановились, если вы проскочили несколько ступеней за каждую из этих ступеней вы получите удвоенную премию то есть программа очень интересная и те кто вне разобрались те кто захотели этого они действительно проходят эту программу и и получают очень хорошие деньги по окончании вот этой значит программки когда она закрывается если брать по максимуму то за год можно только и премиями по вот этой программе получить до полутора миллионов рублей это не считая тех выплат которые вы будете получать по объемные скидки по закрытии каталога то есть это все будет плюсом это будут удвоенные премии тех квалификаций которые вы закрыли по-моему я немного отвлеклась или увлеклась можно так сказать интересный на мой взгляд очень темой начала с кабинета фаберлик закончила нашими замечательными программками так вот дорогие мои друзья если у вас еще нет своего личного кабинета и я визуально вам приятно и вы понимаете что вы сможете со мной работать вам будет со мной интересно жду вас свою команду проходите либо по ссылочке там где у меня регистрация либо пишите мне в личку по любому и из тех контактов которые там есть я с удовольствием с вами пообщаюсь вот а с вами была татьяна как обычно из пункта выдачи фаберлик в городе краснодаре по улице искова 28 если где-то вы проживаете рядом и еще не знаете что мы под боком рядом у вас открылись скорее бегите к нам мы очень рады будем вас видеть и не и не совсем не важно из какой вы команды до встречи